Турнир по боулингу устроили для новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья. В нем участвовали люди с ментальными отклонениями и нарушениями опорно-двигательной системы. Для многих участников эти состязания больше, чем просто развлечение. Как они готовились к соревнованиям и почему вообще выходят на дорожку, узнала Татьяна Кияева. В турнире участвуют семь команд. Вместе с пенсионерами играют молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. К состязанию готовились несколько недель. Когда мы начинали лет 15 назад, они еще были детьми. И мы, соответственно, искали возможности финансирования в разных источниках, и государственных, и не в негосударственных. И то, что они ходят в боулинг у нас с сентября по апрель месяц, каждую неделю, это заслуга нашего обращения и выделения средств Новосибирской ГЭС, которая входит в структуру РУСГИДРА. Именно у них есть программа благотворительной оказания помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. Подопечные общественной организации инвалидов ведут активный образ жизни, занимаются творчеством, играют в настольный теннис и дартс, зимой ходят на лыжах. Все начинания поддерживает администрация Советского района. С этой организацией мы всегда в сотрудничестве, во взаимодействии, во всем направлениям их деятельности. Очень любим и помогаем во всем. Команда Советского района регулярно участвует в ежегодном областном турнире по боулингу от Всероссийского общества инвалидов. В ее состав входят люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с ментальными отклонениями. В турнире участвует несколько команд. Для людей с инвалидностью, особенно с ментальными нарушениями, важно чувствовать себя в коллективе. Ребята радуются друг за друга и поддерживают, когда случается неудача. Физические нагрузки нужны не только телу. Движение помогает управлять эмоциями и поднимает настроение. После тренировок ребята чувствуют себя счастливее. Татьяна Кияева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин